всем привет с вами дядя саша и сегодня у нас новое видео но перед этим я хотел сделать обзор обзор на призы эти призы для моих покупателей кто мне в этом году покупал на новый год мы подведем итоги значит здесь есть и прикольные вещи которые много просят у меня продать но я не продаю такие вещи только разыгрываю например кружка дьявола тяжело термокружка достать кому-то в коллекцию же их каждый год разыгрываю на даче на день рождения поэтому некоторые люди уже получили также из интересного часы макета адаптеры вихать терминатор легендарный ленокс ножички конечно же канал шинная монтировка мой второй поэтому обязательно нужно монтировку разыграть наборы бит макета импакт ударных чехол и все это мы разыграем на новый год и еще все кто у меня в декабре будут совершать покупки начиная с 1 декабря и на розыгрыше попадет и у него будет сделано покупки еще именно в декабре тому будут два приза еще дополнительный приз от меня поэтому стимул купить еще что-то в декабре и конечно же я забыл добавить что регистрация будут всех призов будет такое фото закреплено у меня в вк лично не в группе у меня в вк нужно будет ко мне в друзья попасть и там будут фотографии и там под ней будет регистрация среди покупателей еще раз делал акцент что это для покупателей итак ребят поехали всем привет ребята с вами дядя саша и сегодня у нас обзор и мы будем рассматривать и тестить фонарик можно сказать новый хотя уже не совсем новый мелоки 2163 это американская аббревиатура и у меня старый добрый 2111 я уже давно снимал про него видео бог знает когда еще семнадцатом году и потом еще снимал и недостатки рассказывал и сейчас уже прошло получается 6 лет как ясен даже 7 пошел и вот эта новиночка этот к сожалению сняли с продажи самый популярный будут если взять от продажи налоги фонарей то вот этот фонарик мелоки съедал где-то процентов минимум 90 95 то есть остальные там практически не покупали непростые не потом вышли 2115 там и модель в общем хотя надо из 3 лямпы вот этой посередине головы которая идет вроде поудобнее она не зашла и почему мы сейчас все это обсудим значит каковы ттх этого фонаря значит он уже оснащен аккумулятором 3 ампер часа если я свой покупал 2.5 и только потом эта модель прошла с тремя тут естественно сразу где-то аккумулятор 3 ампер часа идут стандартные крепления на каску но сейчас вы видели у меня наверное многие мой обзор про каску мелоки там совсем другая система гораздо более интереснее и в принципе вот эти вот держатели на ремешок каску ни на фиг не уперлись это уже можно сказать просто дайте сразу смело выкидывать что еще мы поменялись здесь поменялось помимо помимо скажем аккумулятора шнур стал красненьким более красивым юсби оси тип сейчас у него также поменяли раскатку светодиодов если здесь у нас был центральный светодиод дальнобойный со своим отражателем здесь конечно сейчас крутой тоже центральный дальнобойный здесь отражатель видно сразу больше но здесь были два светодиода по бокам а сейчас один и хорошо это или плохо мы посмотрим на тесте мне этот нравился почему он был популярным потому что не был и дальнобойный режим и я кстати ходил на рыбалку там бывало засиживался до темноты или с утра мог учить и видеть свой пополок спокойно я ходил в лес тоже до темна с металлодетектором выходил из леса он меня выручал куда-то где-то по даче идешь ночью там тоже пожалуйста в общем ну на работе само собой используя хвост грил сборка щитов вовсю просто мы с нападником у нас у каждого был такой фонарь мы сразу купили дополнительный кбк потому что один это нереально мало то есть если мы работали монтажом занимались в среднем 8 часов когда помоложе мы по 14 захолачивали часов в сутки то нам хватало два кучка вот то есть с собой брали сразу два заряженных аккумулятора значит лайфхак какой чтобы не покупать зарядку и тебя два аккумулятора это просто тупо заряжаешь аккумулятор вытаскиваешь отсек открываешь вот вытаскиваешь его ставишь 2 опять заряжаешь так приходишь на работу двумя заряженными аккумуляторами что по поводу его надежности и ненадежность но вот реально семь лет хвост их грил ремешок постиран и вот только чтобы не быть грязненьким здесь у меня изолента вот это был первый первый почему изоленту сюда накрутил потому что он грязно не знаю как в последних версиях разогревался от температуры клей вот этот поролон был приклеен весь у меня лоб был с клейбом таким черным это был минус вторая проблема была я только вчера починил потому что все руки не доходили уже как бы не работал монтажом не занимаюсь благополучно ушатал позвоночник поэтому к сожалению лучше занимался так вот здесь три контакта и не уже отходили я просто взял свой ножик мелоки вот на даче просто не парился сел на диван вчера вечером перед съемками думаю заедает взял кончиком тупо отогнул все три просто отогнул вставил и все заработало как новое все просели контакты со временем от того что наверно вытаскивал вставлял каждый раз заряжал и все больше никаких проблем значит он очень хорошо вот и когда открываешь крышку у него прорезинка вода здесь никогда не попадала прорезинка хорошая за 7 лет показалась и отличная вообще он отлично себя показал вот эта штука снимается если кому-то нужно никаких проблем отстегивается также вот этот ремешок перед тем как одеть его на каску на крепеж каски стандартном комплекте просто снимается ремешок я первый раз не знал что он так снимается дуру слупил просто взял его распорол потом пришел сейчас мне смешно с какого это я перепугу сделал как сделал сделал давно было молодой был глупый значит по поводу фонаря этого я хочу сказать что я очень доволен этим фонарем он не отслужил правой правдой и верой 7 лет вот и это та покупка одна из которой не жалко вообще ни копейки денег он все настолько оправдал из моих я них тоже много покупали единственный был смешной случай помню мужчины сын нырнул с ним в черном море наверно думал что он водонепроницаемый но конечно умер он пришел у меня купил такой же фонарик регулировка естественно под голову все подтягивается значит по режимам где кнопочки одна включает фонарик вот другая выбирает выбор режима это значит у нас 475 лимон кстати у него максимально а потом у него есть 300 люмен если не ошибаюсь 150 и 25 это самый маленький такой вот режимчик аварийный в котором дольше всего он конечно будет работать далее что еще хотел вам сказать по поводу этого фонарика мы все обсудили так вот первое преимущество у нового 2163 это то что вы видите уже 600 это 475 этот 600 очевидно очевидно значит далее посмотрим как работе это все будет еще хотел обратить внимание сколько может проработать и так самый дальнобой режим 600 лумен 5 часов потом 400 лумен у нас идет 9 часов и 100 лумен у нас идет самое длинное время два часов вот такие у нас результаты после мы уже не помню примерно так же дальнобой не помню 4 часа был с аккумулятором да здесь он был 4 здесь 5 часов особо большой разницы нет но к сожалению сожалению этот уже не купить еще раз вам скажу что этот уже снят с производства все равно не купить я просто показал рассказал какие были проблемные места доволен я им или не доволен падал он миллион раз вот эта прорезинка никаких проблем цел можно было футбол играть сейчас мы вскроем вот этот наш новенький 2163 и попробуем поработать посвятить и посмотрим что с получится итак опять час ночи у нас съемки сейчас значит включая новый фонарик 2361 600 люмен дистанция вот до сарайки там окно видно 25 метров лупит с запасом вполне прилично еще дальше это я сделаю постараюсь не забыть слева будет картинка 2361 я наверное подпишу если не подпишу то слева 2361 и справа сейчас будет вы увидите 2111 старый который 475 люмен и тоже самый яркий режим сейчас я включил дальнобойные режимы на обеих фонариках слева новый фонарик 2361 и справа 2111 и тут видно визуально что намного прикольней дальнобойный режим дальнобойный у нового фонарика прямо четко и фокусировка лучше итак сейчас мы наблюдаем много слева 400 люмен широкоформатный режим и справа широкоформатный режим у старого 2111 там 300 люмин также у нового есть режим такой которого нету старого это дальнобойная линза второй режим это 100 люмен в принципе вполне прилично видно зато у старого есть широкоформатный режим 150 люмен кое-что видно которого нету нового итак новый фонарик у нас опять слева самый слабенький режим значит у него это если не ошибаюсь 100 люмен да и вот тазик видно 4 метра вот и увидишь если сейчас переведу поближе вот это расстояние двух метров вот здесь уже нормально видно грандочку вот двух метров пластов и сейчас будет старого образца справа это 25 люмен минимальный режим и так ребят сейчас подведем выводы просмотрели мы видео и вот такая табличка я сделал на скорую руку слева значит у нас 2111 фонарик старого образца у меня такой лично и справа 2163 и так вообще все здесь лучше у 2163 у нового и весом он меньше как вы видите 200 грамм против 270 и световой поток выше 600 против 475 и соответственно акб работает дольше сначала кстати я нашел очень много было информации где давалось по 2111 с аккумулятором старого типа то бишь аккумулятор 2,5 ампер часа и там было значит не три часа а там было меньше там было два часа на максималке и все остальное тоже было естественно меньше я уж не помню брать не буду на место 32 и мне пришлось очень постараться чтобы найти у них первой ревизии были все с аккумуляторами два с половиной у меня в том числе а потом под конец они стали с трешками выпускать я каким-то чудом нашел там информацию у одного человека когда он вертел в руках в америке этот фонарик я биринка на стоп кадр и увидел нужно было сравнить корректно потому что если бы я написал бы с кб 2 и 5 импер часа это было бы некорректно а так именно сейчас две таблички и в каждой указывается с кб 3 ампер часа это корректно то есть мы видим что в старый фонарик 2111 мог максимально работать три часа с этим и кб это есть правда потому что с два с половиной мы с напарником по два часа и потом ставили новый аккумулятор у нас у каждого было по два аккумулятора мы выходили на работу нас уже два заряженных было аккумулятора с собой у каждого чаще что мы конечно на максималках работали поэтому по-любому 2 это как минимум аккума на рабочий день рабочий день мог быть и 8 когда мы были помоложе 10 часов вот поэтому все лучше как вы видите у 2163 поэтому тут вообще очевидно и спора нет какой приобретать фонарик тем более сейчас уже выбора не 2111 его сняли с производства у мелки так всегда когда что-то новое выходит все старое сразу снимает и там какие то есть остатки еще в магазинах на складах они заканчиваются и все это касается и перфораторов болгарок и неважно все так вот что мы видели на видео на видео мы тоже видели реально что 2163 работает лучше поэтому все рекомендации от меня лично по покупке фонариковые бодро покупают кстати народ доволен хочу сказать что предыдущий очень надежно он до сих пор у меня работает говорится с шестнадцатого года уже семь лет и я только менял аккумуляторы периодически где-то раз два года примерно может быть два с половиной уже потом меньше работал уже перестал работать так в хозяйстве на рыбалке брал с собой в лес брал с собой вот поэтому так итак носим заканчиваем и сейчас у нас будет розыгрыш розыгрыш приза и так ребят пришло время розыгрыша давно и не снимал на первом канале дядя саша вот сейчас посмотрю до два месяца точнее снимал я не монтировал не выкладывал и так копируем вставляю специальную программу адрес видео загрузить данные значит вось 95 комментариев выбрать случайный комментарий нажимаем кнопочку и поехали так андрей поздравляю вас выигрышем слова участвую вижу свяжитесь пожалуйста со мной посредством века или ютуба и мы обсудим как передать ваш приз остальным не отчаиваться будут еще розыгрыши и не один нашли монтировка сейчас их много было кто не знает туры мой канал шинная монтировка на 7 ребят прощаюсь с вами желаю крепкого здоровья вашим родным и близким и хороших заказов пока